В эфире город сегодня. Здравствуйте. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Арбат старейшая улица Москвы. А если ошибусь, то не сильно. Название произошло от арабского слова «рабат», которое переводится как «пригород предмести». На сегодняшний день Москва не единственный город с такой улицей. Алмата, Казань, Уфа, Новосибирск, Саратов и многие другие славятся своими арбатами. А совсем недавно Ак-Тюбе пополнила этот список. 22 июля на территории парка имени первого президента состоялось открытие Арбат в Ак-Тюбе. Это место должно стать постоянной площадкой для творческих людей – художников, поэтов, музыкантов, ремесленников и любителей книг. Здесь уже можно приобрести работы мастериц, картины художников и даже заказать моментальные портреты. Каждый Ак-Тюбинец сможет присмотреть для себя уникальные работы, созданные руками самых разных мастеров. 12 авторов подготовили бижутерию из полимерной глины с натуральными камнями, интерьерные игрушки, обереги, национальные сувениры, шкатулки из дерева и многое другое. О том, как прошло открытие Ак-Тюбинского Арбата, мы узнаем у нашей гости – рукодельницы, художницы Елены Игнатовой. Лена, приветствую. Ну что ж, поздравляю, свершилось. А вообще, кому пришла идея создать в нашем городе свой Арбат? В 2012 году я влилась в небольшое общество ремесленников, рукодельниц нашего города. И со временем я стала заниматься продвижением этого направления. И в 2014 году, когда у нас уже сложился какой-то коллектив, мы были без определенного места жительства. И также, в общем-то, скитались и наши художники, наши какие-то барды, музыканты. И вот возникла идея попробовать организовать что-то подобное, место для творческих людей у нас в городе. Мы собрались, обсудили, написали письмо Акиму города в 2014 году в июле. И вот на протяжении этого времени, периодически, с поддержкой СМИ, с поддержкой горожан, художников, ремесленников, областного управления культуры, областного музея искусств, вот свершилось это событие в июле данного года. В пятницу состоялось открытие Арбата. Кто вас поддержал, кто вообще был, кто пришел? Открытие планировалось на май, на 1 мая. Но в связи с разными событиями, не очень приятными в нашем городе, этот момент приятный откладывался. И вот случилось. Канад Кудубергенович Атпаев открывал... Арбат? Да, Арбат, это мероприятие, которое мы совместно подготовили с областным управлением культуры. Нас поддержали художники, нас поддержали музыканты, бард-клуб, рюкзак. И пришло достаточно большое количество горожан, которые были очень рады этому событию. Наверное, у вас есть тоже свои поклонники, да, которые посещают все ваши выставки, смотрят на новые работы какие-то, картины и в то же время ручную работу. Конечно, у нас немало таких людей, которые приходят просто вот зарядиться позитивом. Лена, вот какие акции вы планируете проводить на Арбате? Ну, во-первых, мы хотели бы, конечно, проводить мастер-классы, небольшие, бесплатные мастер-классы для деток. Очень много у нас детей, которые посещают кружки, какие-то секции, но не каждая мама может повезти ребенка, вот какую-то платную. И поэтому мы хотим поделиться вот на Арбате. Каждый мастер, ну, мы думаем, наверное, по субботам будет проводить, ну, в одну субботу один мастер-класс, в следующую субботу другой мастер-класс, и наши девочки-мальчики будут делиться каким-то мастерством. Лена, а вот каким будет Актюбинский Арбат, и кто сможет именно там выставлять свои работы? Ну, свои работы, я думаю, что это будет наш коллектив художников актюбинских, которые смогут реализовывать свои картины, уже готовые, также создавать этюды в парке и писать портреты, какие-то шаржи, ну, быстренькие такие. Сейчас вот наш вариант Арбата, он идет немножечко в другом плане. Каждый желающий, к сожалению, не сможет. Ну, это и для порядка, в общем-то, чтобы не было никакого плагиата. С художниками будет работать областной музей искусств. То есть проводят некий отбор, правильно? Да, да. И доступ, ну, я так думаю, что будут разрабатываться пропуска, и все-таки это будет фамильно, посписочно, заявлено, кто сможет посещать в свободном доступе. А как часто вы планируете собираться на Арбате? Это будет в пятницу, в субботу, в воскресенье, или какой-то определенный день и время? Определенные дни, это будут предвыходные дни, это будет пятница, суббота с пяти вечера до десяти. Ценятся ли сейчас предметы ручной работы? Изделия ручной работы все больше пользуются спросом, и тенденция того, что больше начинают интересоваться этим искусством, ремеслом мужчины. И это очень приятно, то, что когда мужчины приводят девушек и показывают, и предлагают приобрести что-то им в подарок. А для мужчин есть ли какие-то предметы? Конечно. У нас Николай разрабатывает новую серию своих изделий, брелки, подвески в машину там или домой под жузом. Это очень интересное направление, он делает, вот именно это все делал на заказ. Девочки у нас делают мужские браслеты, есть сувенирные какие-то изделия, интерьерные куклы с сюрпризом в национальных костюмах. Спрос есть? Спрос есть. А бывают специальные заказы? Конечно. Что в основном заказывают? Ну вот, например, на Арбате подошла ко мне девушка и показала кулончик. Говорит, я вот купила, он такой классный, он мне так нравится, но я бы хотела к нему что-нибудь. Я вспомнила, что у меня подобные камни дома есть. Попросила сфотографировать этот кулон. Пришла домой, создала, в общем-то, нашлась еще очень похожая фурнитура и отправила девушке фотографию, она довольна. Лен, сбылась мечта и что нужно для полного счастья? Для полного счастья, конечно, нужна хорошая, дружная команда. Я думаю, что она в процессе становления. Есть люди, которые уже на протяжении многих лет меня поддерживают. Мечта, да, существилась, ну, так скажем, через тернии мы прошли, теперь остался путь к звездам. Надеемся, все получится. Спасибо вам за то, что даете возможность актюбинцам любоваться действительно хорошей ручной работой, но и вам терпение и творческого вдохновения. Заниматься творчеством – это всегда приятно, равно как и наслаждаться его плодами. Наслаждайтесь тем, что делает вас чуточку счастливее. И всегда делитесь с нами информацией на сайте rikotv.kz и в социальных сетях. На сегодня все. До встречи в эфире на Первом городском телеканале. Желаем вам крепкого здоровья и отличного летнего настроения.